Сегодня у нас много региональных новостей, и все они действительно интересные, но обращают на себя внимание то, что примерно половина из них какие-то совершенно сумасшедшие новости. Не относите это, пожалуйста, на мой счет. Это, как говорится, что есть, то есть. Я и сам дивлюсь и удивляюсь тому, насколько ушло за рамки разумного то, что происходит в нашем родном Башкортостане, но, как говорится, что делать. Члены так называемой управленческой команды Хабирова, это его любимая фраза, ритмично продолжают пополнять ряды подозреваемых по уголовным делам. На этот раз обвинение в уголовном преступлении, в частности в превышении должностных полномочий, предъявлено мэру Салавата Игорю Миронову. Статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, обвинение это звучит дословно так. «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, и повлекших существенное нарушение интересов граждан, или организаций, или охраняемых законом интересов общества и государства». Конец цитаты. Тут, как говорится, ого, хабировцы уже на интересы государства покусились в своих финансовых махинациях. И, собственно, вот этот кусочек из Уголовного кодекса, вот эта цитата, вполне может стать официальным девизом команды Хабирова. То есть, им можно сделать какие-нибудь маечки, напечатать на них вот эту фразу, чтобы они их наносили на работу. Собственно, речь в обвинении Миронову идет о передаче имущества МУП Энергосети Салавата в концессию на 50 лет некой ООО «АСТ» из Красногорска. Причем передали в концессию это предприятие без всяких торгов, без всяких заморочек, взяли просто и передали. Многие уфимские СМИ уже написали о том, что у этой ООО «АСТ» из Красногорска очевидным образом торчат уши Сидякина. И, по свидетельствам башкирских чиновников же из Белого дома, именно Сидякины товарищи и вообще многие приложили такие достаточно интенсивные усилия для того, чтобы эта концессия состоялась. Но, безусловно, без участия, без подписи мэра Миронова подобная операция невозможна. Собственно, складывается картинка, что именно Александр Сидякин курировал и опекал все процессы по свершению концессий передачи вот этих энергосетей Салавата, Стерлитамака и Ишимбая. То есть, во всех трех этих соседних между собой городах произошли абсолютно идентичные процессы. Но есть мнение, что конечными выгодоприобретателями у этих концессий являлись разные люди. Судя по всему, и я так предполагаю, что Сидякину отошли Салават, Хабирову и Ишимбай, а вот кто был интересантом по энергосетям Стерлитамака, того самого Стерлитамака, пока не ясно. Возможно, это была какая-то такая символическая плата за крышу в Москву, за то, чтобы московское энергетическое и политическое и силовое начальство не беспокоило вот эту всю схемку, чтобы она ритмично работала. Это мое предположение, следствие, как говорится, покажет. Но, очевидно, с какой наглостью эти товарищи, как сказано в Уголовном кодексе, ущемили законные интересы общества и государства. То есть, предприятия, вот эти энергосети, были накачаны бюджетными деньгами заранее, было все отремонтировано, сделано, заменены трансформаторы, линии электропередач и прочее, прочее. Они были переведены в идеальное состояние за бюджетный счет и переданы в концессию вот этой ОООшечке. Причем, некоторые самые невыгодные кусочки этих предприятий были отчленены и оставлены за государство. Ну, там, где много затрат и мало прибыли. Самое жирное досталось вот этой ОООшечке. Так или иначе, теперь настало время вот эту схемку разрушать. Ну, по крайней мере, так считают силовики. И первым крайним во всей этой истории становится мэр Стерлитамака, который участвовал в этой схеме АСТ. Три города, три мэра. Из них господин Миронов самый уязвимый и самый доставаемый на данный момент. Потому что мэр Стерлитамака Владимир Куликов уже перешел в мир иной, обколовшись вакцинами от ковида. Мэр Ишимбая Азамат Абдрахманов пока еще вице-премьер правительства. И как бы достать его оттуда тоже несколько сложнее. Хотя ничего невозможного нет. И вот Миронов, безусловно, самый такой уязвимый, самый доступный для следователей. Что, в свою очередь, не говорит о том, что господину Абдрахманову не о чем беспокоиться. Я думаю, ему также надо о чем-то беспокоиться. И беспокоиться, что к нему в дверь тоже в ближайшее время постучат. Но на данный момент, что мы знаем, что обвинение Миронову уже предъявлено. Уже суд определил для него меру пресечения ограничения определенных действий. Ущерб эксперты оценивают в сумму свыше 1 миллиарда рублей. И большие вопросы, как эти деньги будут возвращаться. Потому что красногорские уошечки, как известно, ничего не возвращают. Ни за пиксельные елки, ни за концессии. Аналитики в Башкирии считают, что вполне вероятный сценарий, когда Миронов не захочет отдуваться за всех по максимуму один, как это сделали застройщики Комлев и Бадиков, и не захочет покрывать своих боссов, ну тогда следствие может выйти не только на самих себя, но и на фигуры власти первого уровня в республике. Это Хабиров и Сидякин, которые упоминаются в связи с этими концессиями. Ну и в свете последних событий, понимая, что Хабиров не прикрывает своих, а только болтает об этом бесконечно, начальники и всевозможные руководители муниципалитетов вздрогнули и побежали. Только за последнюю неделю два руководителя муниципалитета покинули свои посты по собственному желанию – это мэр Агидели и глава Краснокамского района. Ну, как говорится, ждем, когда запоет Миронов. Традиционно обращаюсь со словами благодарности ко всем, кто так или иначе помогает нашему каналу. Если у вас есть желание нам помочь, вы можете сделать это самым разнообразным образом, вы можете поставить лайк, вы можете написать комментарий, можете распространить наше видео в любых соцсетях, это бесплатно и безопасно. А можете помочь нам финансово, если считаете, что это возможно. Не надо больших сумм, достаточно 100-200 рублей. Это стоимость чашки кофе, это стоимость еженедельной подписки на какой-нибудь журнал или издание. Но эта помощь очень существенна для нас, и мы заранее благодарим всех, кто нам помогает финансово. Именно за счет этого и существует наш канал. В Уфу пришла весна, а вместе с ней и, как говорят в народе, весеннее обострение. Обострение у тех, кто зависим от времени года. В общем-то, ничего необычного в этом нет. Так случается всегда, но всегда это выглядит очень забавно. Пока в судебном разбирательстве между жителями дома Шатару Ставели 5 и строительной компанией ПСК 6 наметилась некая пауза, в связи с отпуском судьи Алла Яковлева, активистка из этого дома, решила не терять времени зря. Решила пробежаться по административным учреждениям, доказывая свою административную мощь и влияние. Начала отважная швея свое турне с внезапного броска в мэрию Уфы. Подобно маршалу Гудериану на севере Африки, она вторглась на территорию администрации. Впрочем, застать хитрого Мавлиева не удалось даже таким резким маневром. Хитрый Мавлиев куда-то утек. В коридорах мэрии Алле Яковлевой попался некий юноша, который был пойман, допрошен и идентифицирован как заммэра Денис Ганиев. Именно на него и излила госпожа Яковлева всю желчь и представление о подлости российских законов, о халатности уфимской власти и прочих тяготах жизни Белошвейки. Жаль, что Алла Яковлева не знала, что Денис Ганиев, хоть и заммэра, но зам по шуткам и прибауткам, а вовсе не в строительной сфере. И, судя по всему, его обещание разобраться и дать делу ход, так, в общем-то, и не состоятся. И это заявление господина Ганиевы носило глубоко терапевтический характер. После визита в мэрию Алла Яковлева ушла в малую политику. Она посетила некий круглый стол всех партий, кроме одной самой главной, и прямо там в лоб потребовала от КПРФ социальной революции в области архитектуры и градостроительства. Алла Яковлева потребовала от Юнира Гелемьяновича Кутлу-Гужина немедленно вмешаться в ситуацию Шатара ставили пять и, как говорится, защитить граждан и трудящихся. Юнир Гелемьянович пришел в ужас, ушел на больничный и предпочел наблюдать за революцией со стороны. Преступное мировое соглашение в арбитражном суде Республики Пашкортостан, которому они теперь прикрываются, что они должны дать возможный застройщик устроить, либо выплатить ему компенсацию понесенных всех расходов. Вот мне, как жителям, или моим соседям, безразлично, какую сумму город заплатит застройщику за наше дворовое пространство. Венцом гастролей отважной швеи стал, конечно же, поход в подъезд Белого дома. Там Яковлева подробнейшим образом излила душу охраннику здания, объяснила ему, что действует практически по прямому поручению Владимира Путина, объяснила также, что отрывают ее от важных дел от шитья халатов для снайперов, и потому не только консолидация общества, но и исход специальной военной операции на данный момент, естественно, остается под вопросом. Ну, если госпожа Яковлева не пошьет халаты снайперам, ну, о какой победе может идти речь? В общем, охранник ее слушал-слушал, потом Яковлева переключилась на парочку небольших, мелких чиновников Белого дома, которые вышли ее послушать тоже, в общем-то, вышли на шум узнать, что здесь происходит. Собственно, им было изложено примерно то же самое. Чиновники слушали Яковлеву с лицами легионеров, идущих на смерть, но к Хабирову ее все-таки не допустили, хотя она очень сильно просилась. Взяли бумажку и отправили в Освояси. Это трудоемкая вещь, это волонтерская моя работа. И вот сейчас я сюда пришла и оторвала время от людей, которые защищают нашу Родину. Понимаете, от этого будет у них такой костюм, не будет. А теперь зависит от жизни, в том числе, понимаете? И чем я занимаюсь? Собственно, чего требует вот эта шумная швея, можно понять, если из всех ее длинных путаных речей выбросить бесконечные повторы, угрозы привлечь Путина к решению вопроса и прочее-прочее. Собственно, остается буквально шесть пунктов и тезисов ее требований. Первое. Очень хочется встретиться с Хабировым. Второе. Наплевать на бюджет города, денег там много. Платите, платите, платите. Отберите землю у Носкова и отдайте ее нам, потому что нам хочется там чего-нибудь устроить, типа детской площадки или парковки. Дом Яковлевы разрушается, и в этом повинен, естественно, Носков, и поэтому выкупите-ка у нас эти квартиры и дайте нам квартиры в другом месте. Новый проект планировки и межевания застройки, он совсем не новый, его фальсифицировали, и он такой же старый, как был, в общем, и бла-бла-бла. Ну и шестой пункт. Все вы, гады, не даете шить халаты для снайперов. Вот, собственно, примерно все, о чем хотелось сказать Яковлеву в этих своих шумных встречах с охранниками административных зданий. Вы сразу радиоторитет приглашаете. Что, собственно, в итоге, что случится и к чему приведет вся вот эта беготня с видеокамерой по городу? Ну, очевидно, что Яковлева не собирается официально участвовать в процессе, она не подписывает исковых заявлений в суд, понимая, что за это придется отвечать, что придется потом оплатить экспертизы, судебные издержки и прочее, и здесь уже поиска рассердилась не на шутку и, конечно, взыщет все вот эти вот ущербы. Не как в прошлый раз, когда они простили. Ну, и, собственно, с другой стороны, Яковлева очень хочет попиариться, и вот она этим и занимается. Подрывается авторитет главы государства, который говорит о консолидации общества. Владимир Владимирович говорит о консолидации общества, да? О том, что эта пятая колонна вот тут у нас все делается. Даст ли это какой-то результат, я очень сильно сомневаюсь, потому что Хабиров очень хорошо выучил урок Шатару Ставели 5. Он прекрасно помнит вот всю эту историю, когда его подставили с этим визитом в этот двор, когда он там психанул и начал кричать про порванные кишки, и как потом все это выглядело, и насколько это до сих пор ему вспоминается. Да еще он там на видеозапись попал с этими кишками, в общем, вообще не здорово получилось. Точно он не собирается в этом участвовать, но кроме всего прочего мы знаем, что Хабиров лично одобрил продолжение строительства вот этого объекта на строительном часе, который случился прошлым летом, так что вряд ли он прислушается к этим крикам, визгам и пискам Аллы Яковлевой. Но мы со своей стороны все-таки постараемся разобраться и попытаемся дать ответы на те вопросы Аллы, которые она задает во все стороны, хотя бы на ту часть, на которую в принципе можно ответить. В частности, я обещаю разобраться в том, насколько действительно изменился план планировки имиджевания во второй итерации относительно первой, насколько действительно Носков вложил много денег в первичное строительство, и действительно ли это ущерб для компании. Кстати говоря, они там еще вроде как расселять какие-то бараки собирались. Ну и самый главный вопрос, о чьей земле идет речь. На чьей земле Алла Яковлева хочет строить парковку и детскую площадку, а Носков хочет строить высотный дом. Вот в этих всех вопросах мы и разберемся в дальнейших своих выпусках. Если не хочу, мы хотим ради политического не делать с вами. Трагедия, случившаяся в селе Азнагулова Мечетлинского района Республики Башкортостан, облетела все новостные ленты региона и даже некоторые федеральные СМИ. Четырехлетняя девочка вышла гулять со старшими детьми за ворота дома и утонула в луже, которая раскинулась в этом замечательном селе Азнагулова. Ну, собственно, кошмар это, конечно, безусловный кошмар для родителей и вообще для всех людей. Это гибель ребенка, это самое страшное, что может случиться. Сейчас следователи разбираются с случившимся, старательно выясняя социально-экономическое положение семьи, ее статус, степень внимания родителей к детям. Кстати говоря, мать погибшей малышки сейчас беременна следующим ребенком. Ну, очевидно, что лучшим исходом для властей был бы вывод о том, что родители сами виноваты, не доглядели и не смогли обеспечить безопасность ребенку и как бы, ну, вот списать все вот на это, да. Хотя, конечно, это максимально циничное решение этой проблемы. Но у меня в голове все время звучат победные доклады членов команды вот этого Хабирова о благоустройстве городов и сел. Вот много раз мы слышали эти доклады. Они докладывают, сколько миллиардов они освоили на этом благоустройстве, как прекрасно это благоустройство, как оно нужно людям, тра-та-та и бла-бла-бла. И вот на фоне всех этих докладов ребенок тонет в луже посреди населенного пункта. Ну, вот не бьется это между собой, да. Вот это все благоустройство, которое в основном благоустроили они сами себе исключительно на своих приусадебных участках, своих коттеджах, своих необъятных квартирах. А люди в Башкирии просто теряют детей, которые тонут, простите, в лужах. На минувшей неделе Ратмира Мавлиева, мэра Уфы, сделали предводителем городских единороссов. Он стал начальником вот этой вот ячейки партийной в городе Уфе. Однозначно заслужил, однозначно соответствует. Вот тут я нисколько не иронизирую. Вот он плоть от плоти единая Россия. Вот подрастающее поколение. Поблагодарив старших товарищей в очередной раз за доверие, Ратмир Мавлиев нацепил золотой значок и убежал дальше кататься на велике. Вот эти покатушки на велике, даже среди льда и снега, конечно, вызвали такую глухую ярость жителей Уфы, потому что многие из них до сих пор еще падают в собственных дворах, подскальзываясь на мокром льду. Ну, а господин Ратмир Мавлиев уже гоняет на велике по городу. Ну, не удержать мальца. Хочется ему этого велика, хочется ему самоката. Как говорится, дайте поразвлекаться, пока молодой. Ну, не все так безоблачно в жизни Ратмира. На этой неделе стало известно, что с любимым снегоплавильным заводом, который он затеял строить за бюджетный счет, не все так благополучно, как рассчитывали раньше. Вообще, его планировали запустить даже в марте. Ну, марта-то у нас уже заканчивается, и теперь стало известно, что снегоплавильный завод запустят только к 1 июня. Ну, Мавлиев, понятное дело, в ярости. Солнце бессовестно растапливает драгоценный снег, на котором можно было бы заработать деньжищ, расплавляя их за счет городского бюджета. Собственно, кстати, именно из бюджета профинансировали строительство этого снегоплавильного завода. 165 миллионов рублей. Теперь все лето простоят в виде памятника, значит, там, где-то в зеленой роще. Ну, я не знаю, может быть, они будут плавить там воздух, может быть, будут сжечь листву. Но это очень так вот по-единоросски, да, придумать, как бы, деньги осваивать, даже там, где их негде осваивать. Но факт остается фактом. Снегоплавильный завод у нас в Уфе строят почему-то к лету, и все лето и всю осень этот снегоплавильный завод будет простаивать. Безусловно, кстати говоря, принося убытки городу, потому что все равно его нужно охранять, все равно там есть какой-то персонал, все равно кто-то там будет что-то делать, а им нужно платить зарплату, за землю надо платить налоги и прочее, прочее. То есть все равно это уже пойдут затраты. И, ну, примерно полгода этот объект будет пустовать и не будет работать. А еще Федеральная антимонопольная служба вообще закрутила Паганку Мавлиеву на этой неделе, отменила 4 из 5 контрактов по реконструкции парка Аксакова. Вот это самое ужасное, дикое, абсолютно металлопластмассовое арка, которую там пытался воздвигнуть господин Мавлиев. Вот именно про эту арку идет речь. Эти контракты были остановлены, подряды уже почти было перешли в руки любимые уошечки Хабирова, я говорю про ООО «Альбит», которая строила Стеллу, город Уфа, город трудовой доблести и славы. Эта же фирма устраивала освещение на любимой Советской площади. Эта же фирма ремонтировала ЦУР, и вот теперь эта же фирма хотела отремонтировать и реконструировать парк имени Аксакова. Пока не получается. Спасибо большое Федеральной антимонопольной службе. Кстати говоря, конкурсы оформляли и делали в том самом пресловутом УКСЕ, Управлении капитального строительства УРБ, та же самая пресловутая Инна Иксанова с этими своими недостроенными школами и так далее, теперь занимается парком Аксакова. Ну, тут, как говорится, комментарии излишни. Слушайте, сколько можно плясать на этих граблях, и сколько можно одних и тех же людей видеть в примерно одинаковых скандальных ситуациях? Судя по всему, весна и ее влияние распространяются не только на белошвеек и прочие социальные группы, но и на высших чиновников, потому что Хабиров на этой неделе нас удивлял беспрестанно, с понедельника до пятницы. Ну, мы помним, да, в понедельник он нас рассмешил вот этим вот своим заявлением, что господин Авзалов в кресле министра находится только для того, чтобы изучить русский язык, а еще он нам, Хабиров, я имею в виду, представил своего нового советника по инфраструктурным проектам, то есть внезапно, некого Радиля Саетова. Ну, этот Радиль Саетов как раз там про мечеть Ар-Рахим чего-то нам и поведал. СМИ, ну, и просто любопытствующие, стали копаться в судьбе и биографии этого внезапно появившегося Саетова. Выяснилось, что сейчас он там мнит себя очень важной фигурой и всем рассказывает, что ему лично покровительствует Хабиров, что скоро он, значит, вот этот Радиль станет министром, ни больше, ни меньше. Но, а вот в биографии там очень интересные моменты. Ну, во-первых, да, он был оперуполномоченным Стерлитамакского РОВД, милиционером. Из органов его выгнали. Был, значит, суд. Его судили, и его начальник, там, некого майора, судили за превышение должностных полномочий и физическое воздействие на подозреваемых. Там приводятся какие-то совершенно жуткие детали, как там какие-то мешки на голову одевали, полиэтиленовые души, или били в грудь и так далее. То есть, ну, вот это все было. Был приговор в отношении Саетова и его начальника. Потом этот приговор был по касации, причем любопытно, через 10 лет был отменен и возвращен обратно в прокуратуру. Сейчас не знаю, является ли он осужденным по этому делу или нет. Ну, в общем, очень такие странные, прямо скажем, тревожащие детали, биографии вот этого советника по инфраструктурным проектам. На данный момент существует некое ИП Советов Р, которое ассоциируется с этим самым советником. И вот в адрес этого ИП есть действующий иск Министерства земельных и имущественных отношений о ненадлежащем исполнении договорных обязательств при купле-продаже земельных участков. Прямо скажем, ну, если не компрометирующие, то вызывающие серьезные сомнения информации вот про этого советника. И потом, Радий Фаридович, а при чем здесь инфраструктурные проекты и оперуполномоченные стерильтамакского РОВД? Совершенно непонятно. В общем, ну, вот это из разряда того, чем нас удивил Радий Фаридович этой весенней недели. Ну, а еще он на этой неделе, например, братался с племенным быком и отыскивал в нем сходство с самим собой. Красавец! Какой же ты! Дядя Башкирия! Какой ты хороший! Для нас снова скотоводство! Какой ты хороший! Ты самый лучший! Два годика ему! Всего два года тебе, да? Всего два года! Хабиров расписался на листочке бумаги и взвесил этот листочек до и после росписи на сверхточных весах в центре стандартизации и метрологии. Масса вашей подписи составила 42 статысячные грамма. Собственно, вес подписи составил 42 миллионные доли грамма, но сотрудники центра стандартизации и метрологии утешили дорогого Раде Фаритовича, что, несмотря на скромный весовой результат, подпись главы региона весьма весома. Поздравляем, Варькович, ваша подпись самая весомая в республике Раде Фаритовича. Ну, все это очень странно, все это вместе очень странно. И явление народу вот этого родиля Саетова, и братания с быком, и взвешивание подписи, и унижение Авзалова. Слишком уж много для одной недели, чтобы не предположить, что это действительно некое весеннее обострение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин